Всем привет, друзья! Ну что, мы продолжаем после того, как в прошлой серии поборолись за Бург Эрмана Рикис уже в который раз. Третий, по-моему, или второй, я не помню, сколько раз мы его уже завоевываем. Ну, как минимум, два раза. Это я помню точно. Эх, ладно. Нападут, не нападут? Вот мой вопрос в отношении этого региона. Да. С Изенгардом все просто. Сначала Изенгард разбивает Рохан, затем я осаждаю Изенгард. Это я ребят своих подтянул, и чем больше времени мы ждем, тем больше серьезных сил сюда подходит. У меня тут и кавалерии. Много Изенгарта свои войска не обновляет. У них какой результат был со старта, такой результат, не со старта точнее, а с определенного времени какой результат был, такой результат и остается. То есть все их войска, которые они сверх лимита сюда нанимают, видите, тут и Снага, и, в общем-то, много элиты, но много и паршивеньких войск. Эти результаты все уничтожаются армией Рохана. По цвету границ Рохан ничего в своих территориях не терял. Ладно. Передаем ход дальше. Нас сразу отнимают казны, половину из того, что есть. У-ху-ху! Урабхая, да! Гондор, молочинка! Захватываю, Урабхая! Ребят, ставьте лайк под видео! И обязательно смотрите другие мои прохождения, ссылки на которые есть в описании моего канала. Нет, не в описании моего канала, а в описании под видео. Вот как. Так, Мордор, что он делает? Он свои войска отводит к Киритунгалу и навстречу моей армии. Для них важнее не потерять Нурнен или Нагрод. Важнее, чем... Вот гаденыш. Беспорядки. Как я и говорил, от Келепара они отступят. Потеряв Бург, Эрмана Рикеспа, получив в осаду Ойбамари. Арахаэль. Ну, давай. Сель Мистрант. Ну, неплохо было бы обзавестись. 29 тысяч. Нет, со всем этим делом у нас все в порядке. А что там с Ануминасом? 110-й ход уже. 428. Совсем чуть-чуть осталось. Ну и пофиг. Значит, нанимаем следопытов. Раз такое дело. Итак. Король Чароди... О, два Назгула. В одном отряде. Парень, который не успеет. Как тут много событий-то происходит. Сюда, конечно. Сюда же. Давайте, ребята. Это радостная новость. Ну, а тут, я так понял... Все еще осада, но у Гондора минимум шансов. Без подкреплений все это дело взять. Поэтому я даже не знаю. О! Попал. Умбар такой, что можно бы брать, если бы не гарнизонный скрипт. Видите, они такие... О! А, Мауберт. Спутал с... Сыном Имрахиля. 8200 каменные стены. Нет, давайте рынок построим. Ну, что, пока тогда собираем силы. Нанимаем войска и ждем... Часа. Назначенного, когда мы сможем осадить это все дело. А я про Умбар. А если, конечно, это будет актуально. Так. В Хамоне сидит... Один очень неприятный человечек. Его нужно оттуда выдворить. Попробуем двоих агентов, чтобы они это сделали. Хм... Наемников нет. Наемников нет. Блин, ну реально, слишком много кавалерии. Даже не знаю, что с этим делать. Фух, хорошо. Не беда, да-да-да. Гноми флот. Ну, неплохо. Уже кое-какая поддержка. И так-то мы вполне можем напасть на Мистрант. Или стать на переправу, принять атаку от объединенных сил. Правда, тут баллисты. А что, если мы так и поступим? К примеру, берем кавалерию. Сил нам хватит для удержания. Два отряда пехоты, три отряда, четыре отряда пехоты, пять отрядов пехоты и куча стрелков. Плюс... Кавалерия. Ну, вроде сил хватает. Давайте, становимся на переправе. По дороге нас никто не задержал. Сколько у нас мест? Четыре. Четыре места. Раз. Два. Два. Три отряда стрелков. Блин. Без вариантов. Ладно, постой пока здесь. То есть, вы хотите сказать, что если бы я не провернул этого маневра, то добрался бы. Моя ошибка, хорошо. Плохо точнее, но что поделаешь. Ну, защищать эту переправу смысла нет. С ней все будет в порядке. Двенадцать процентов, а здесь сколько надо? Десять процентов. Хорошо, построим. Получим здесь еще войска. Я так понимаю, нам здесь армии больше не нужны будут. Хватит того, что города произведут. Можно еще вот эти остатки довести. И новых не отправлять. Теперь можно все внимание сориентировать исключительно на Мордоре и Изенгарде. Да-да, ребята, плывите. Висотка. Что у нас в крупных городах? Так, тут наймы идут. И мы, типа, можем разбивать вот этих вот парней. Они. Так, покажем, что мы серьезно настроены. Писали, что я могу разрушить кое-какие постройки. Пока особо желанием ничего разрушать не говорю. Это мои трофеи. Барабаны Гундабада. Казармы черных нуменорцев. Всякое такое. Пусть побудут. Денег мне пока хватает. И прирост вроде такой совсем неплохой. Все, тут уже можно нападать на умертвий. Посмотрите. Тут кавалерия доступна. А, и кучу строительства нового-нового-нового проводить. Но в этой серии, пожалуй, намного важнее будет пробить дорогу. Ничего, если мы заставим отступить этого гада. Всего три отряда. Я думаю, что мы с этими тремя отрядами можем справиться чисто командирски. Странно как-то. Просто если я сейчас нападу на этих шакалов, то... Ладно, давайте нападать. Нам пробивать нужно дорогу. Я боюсь, что мне не хватит просто расстояния, которое пройдет после этого нападения армия, чтобы осадить. А именно осада для меня и важна. Все остальное особого значения не имеет. Чтобы успеть до прихода... Вау, какой прескверный рельефин. Ну и где будут враги, как вы думаете? Ладно, в любом случае я размещу своих ребят здесь. Мои лучники! У них за спиной будет пехота. И где-то здесь будут всадники. Ага! Ни вашим, ни нашим называется. Хорошо, тогда сюда и побыстрее. Включаем шестерку. А кавалерия у нас что? Давай сюда. Отступим. Теперь даже двойку нельзя. Это кто? Копейщики? На копейщиков можно поднажать, и они бегут. Бегут. Все. Видите, поднажали буквально. Одну кнопочку нажали. Уруки остаются. И еще орки-грабители. Тяжелая пехота. Ну, для кавалерии логично догонять копейщиков. Вот то, что навесными обстрелы идет совсем плохо. Так, ребята, выстроитесь для того, чтобы расстреливать уруков. Вы уйдите. Вы уйдите. Чтобы не мешать. Вот жестяк. Все пошло немножко не так. Мораль восстановилась из-за того, что получили поддержку. Нет, ну они отступают. Хорошо, пусть отступают. Я не против. Давай сюда. Уже не отступают. Хитрят. Уже отступают. Уруков ждут. Блин, ну вот этот вот слом рельефа, он нам все портит. Колеблются, а уруков никто не трогает. Еще нет возможности до них достать и дотянуться. Сейчас достанем и дотянемся. Догонять не будем. Лучшего флангу дарим этим парням. Пусть они поверят, что они могут дотянуться до наших хоббитов. А тут такой раз. Ну одного хоббита убьют. Ну может двоих. Не больше. Нет, больше убили. Так, это уже похоже на какой-то... 57. Сейчас этих обратим в бегство. Расстановка меня войск подвела. Неправильно я их расставил. Входим в их ряды. Но они непоколебимы почему-то. Это не нравится. Надо отступить. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне бы так своими отрядами нападать. Чтобы и тех задеть, и тех задеть. Еще и тех задеть. Тут рельеф сыграл совершенно не в нашу пульту. Посмотрите, какие наглые. Рассредоточились и тянутся. Нет, эти глупцы не убегут в нагрот или куда там они хотят. Не убегут. Блин, ну я потерял 22% своей армии. Причем просто из-за рельефа, который я думал наоборот. Сделая так, что потерь у меня не будет. Как говорится, глупости. Глупости, глупости, глупости. Все, выход из боя. Победа за мной. 174 на 345. Ой, пепел Мордора на прах, на трупы моих, моих ириадорских воинов. Да, казнить. Продез дороги. А ведь эта армия, это просто однодневный найм. Все очень непросто. Нагрот, да. И эти как-то не догоняют. Я реально рискую потерять и эту армию. Но мне нужна подмога. Так что, допустим, сюда. Под сене, под защиту. Этих они еще сюда приведут. Эти не дойдут. Отсюда тоже могут не дойти. Эти тоже не дойдут. В общем, фиг знает, что нас ждет на следующем ходу, но что я себе выбрал, то и ждет. Ладно. Ай, по-моему, наемников не взять. Вот тут два отряда и кавалерия. Но это если я очень поверю, что мне удастся. Давайте, давайте так и попробуем. О, ночное нападение. Минус два отряда кавалерии. Это очень облегчит мою задачу. То есть, мне два отряда пехоты и один отряд кавалерии нужно поразить. Но кавалерия не простая ни разу. И нужно каким-то чудом одержать над ними победу. При этом... Ай, ожидание надо было выбрать. Ночью же вам особо видно не будет. Хотя, такой антураж и атмосфера такая. Ночная крепость. Ну что, диверсии. Опять тактика диверсии. Так, иметь возможность спрятаться. А кто будет заниматься диверсиями тут? Вот хитрецы. Расставили всю пехоту так, что подойдешь к ним. А кто тут? С кем мы тут будем уметь дело? И стерлинги-охотники. Но эти ребята слабаки. Мы как бы можем на них напасть мечниками. Но тем более нам нельзя расстреливать стрелы. И тараном рыпаться не стоит. А то кавалерия врага нам покажет. Ай, давай. Будем бить охотников, значит. Следопыты нам нужны именно как стрелки. Катафрактариев здесь убить было бы неплохо. Уступаем в сражение. Лычки опыта, надеюсь, пригодятся. И наше дело отмутузить их по-серьезному. Так, ищи. Хорошо. Хорошо пошел счет. Они умирают. Наши так. Еле-еле. Броня еще пока спасают. Нам надо вперед от края до края стены пройтись. И одержать здесь над ними победу. Уверенную и решительную. Половина из стерлингов охотников убита. О, видите. Отряд развернулся, видимо, в нашем направлении. Ну че, вы пойдете в этом направлении, а вы пойдете в этом направлении. Проходя, будете убивать. Сколько их 28, и они потрясены. Теперь побежали сюда. 14, и они потрясены. колеблются. Давай, 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 давай. Проталкиваемся. Все, они бегут. Стены перестали их поддерживать огнем. Башни точнее. И, кажется, последний солдат сейчас погибнет. Так, есть. Нам как бы сюда. Да. И мы можем подводить диверсантов вот сюда. Скорость. Слушайте, не показывается, что они бегут. А, вот теперь я, наверное, не туда нажал. Так, таран нам тем более не нужен. Ты, паренек, иди сюда. Переводят дух, пусть отдыхают. Сейчас у меня работать будут в основном вот эти парни. Отряд тяжелой пехоты и еще хуже вот эти вот очень страшные катафрактарии. кавалерию заведем. Пару залпов, потом, если что, отступим. Да, и на поддержку. Забыл совершенно. А кавалерия будет страховать, если вдруг катафрактарии ринутся в нашу сторону. Есть. Один катафрактарий погиб. Второму катафрактарию смерти. А вот теперь я на единичку поставлю. Надо сделать так, чтобы у нас тут быстрее, 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 быстрее. На единичку я сказал. Быстрее. Так, если что, будьте готовы стрелять. Все еще переводят дух. Ладно. пока вас не трогаю. 20 тяжелых всадников. Ну и стреляем только по ним. Туго. 18 всадников. 17. Развернулись ко мне. теперь мы еще тяжелее будем их пробивать. 16. Нам бы их хотя бы до 12 довести. Наверное, несбыточная мечта. Хотя уже 14. 12. 12 есть. Угадал. Следующие вы тоже будете атаковать именно этих парней. Давайте вы пока подходите сюда. Горячие переводят дух. Ну, переводите дух. Близко не подходите. 11. Вау, 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 со скоростью там можно было сделать? А-а-а! При зажатом шифте вот такую вот скорость можно выставлять. Не знал. Давайте попробуем на полтора поиграть. Так, на двоечку, на шестерочку. По чуть-чуть умирает и пехота, попадая под шальные стрелы. Так, девяточка. Супер. Я бы загадал шестерку, но боюсь тут семерка или восьмерка всадника все еще останется. Как-то странно, они хитрят. А то и девятка. Смотрите, нет, не получилось много наубивать. Хотя это очень сильные стрелки. Давайте попробуем и с этой стороны более легкими стрелками зайти. Да вы прям вплотную к ним... Чего, чего, чего вы творите? Может потом отступить не успеете. Вот это уже точно опасно. Они крови захотели. Отпугнули их. Вдогонку постреляем. В тыл, но безрезультатно. Ну вот, что я могу сделать, так это... На что я могу сделать? Теперь придется сражаться. И топорщиков сюда подводить. Блин! Отступаем, отступаем! Кавалерия, быстрее! Сейчас тут наши лучники страдать будут. Нет, 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 нет. Чего, кого-то зацепили? Показывает, что сражаются, но я совершенно не пойму, с кем же они сражаются. Они же ни с кем вроде не сражаются. Нет, 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 нет. Это и вы тоже не подставляетесь. Вы куда полезли? Вам только сидеть. 9 на 47. Куда полезли? Блин! Топорщики такие... Такие сорвались. Ладно, пошли все. Нет, топорщики бегут, но двоих катафрактариев мы... Убили. Хороший удар в спину пехоте. Видите, что больше двух десятков. Забираем. Теперь успеть отвезти кавалерию. Еще один хороший удар кавалерии. Сейчас будем ходить у них по тылам. Красавцы, отступайте. Катафрактариев остается вообще мизер. Только трое. И семь зубьев дракона. Разворачиваемся. Еще один удар с натиском. Есть! Есть! Ой, бомари мы взяли. Все. Мордор должен переживать и волноваться. Теперь тылы у них не прикрыты. Рун не контролирует. Восточный вход. Правда и мы в ой, бомари будем, как под осадой. Низкие налоги. И все, сидим теперь. Сидим теперь, не способная что-либо предпринять. Пока они отправляют туда кавалерию, опасности никакой нет. Стрелковая кавалерия. Так-то мы могли бы разбить. Вопрос, куда вот этот отряд пойдет. Я надеюсь, что они разобьются об Арагорной и его армию. О, тут тоже есть войска. Мы посмотрим, что и где построить можем. Ну, Харанэр с ним со временем тоже разберутся. Ладно, давай. Как только Гондор освободит свои силы, после осады Урабхай настанет очередь Харанэра. Переобучаем. Ибо броня нам нужна. И всех отправляем. Да. Хорошо, друзья. Получается, в следующей серии мы будем держать кулачки за то, чтобы здесь таки завершить осаду на Грот, а потом армия отправится, уничтожит вот эту вот крепость Нурнен. По ходу дела. И часть подкрепления отправится к Койбамари. В результате во владениях руна остался только Мистрант и Матором. Два города. Причем Мистрант я грожусь захватить. Хотя там может быть гарнизонный скрипт. И останется у руна только Матором. С Харадом все будет решаться через Гондор. Я не буду предпринимать каких-либо особо серьезных попыток захвата их территории. Я достаточно взял. Единственное, подготовлю армию возле Ватавии, чтобы, если что, помочь Гондору захватить Умбар. А через Амрун и Хьярмен и отдаленный Харанайр они не смогут организовать достаточный набор войск, чтобы оказать сопротивление Гондору. Их силы в этом смысле на исходе. Ну и основные сражения будут происходить здесь. Надеюсь, мы вместе с силами Гондора сможем лишить Мордор остатков их сил. Плюс Изенгард. Рохан подводит сюда войска, но Изенгард тут нанимает неплохие отряды, так что я думаю армию Рохана будут разбиты и нужна будет наша помощь. Как-то так. Удачи вам, друзья! Хорошего настроения и до следующей серии! Субтитры создавал DimaTorzok